Всем привет, дорогие друзья! По вашим многочисленным или немногочисленным просьбам гайд на капкана. Лучшего оперативника в истории Rainbow Six. Самого недооцененного, между прочим. Какие основы? Это оперативник 2.2, то есть два армора, две скорости. Это понятно сразу всем. То есть он может быть как и роумером, так и в сайте сидеть отдыхать. У него из вооружения автоматик великий и дробовик, который никому не нужен. По дробовик мы забываем, берем автоматик. На него как раз таки есть скин нашей команды Team Empire. Вот кстати он, вот у меня великий скин, великолепный. У него также есть сифор и импакты, что тоже очень круто. Если вы роумите импактами, если ротейты делаете, бегаете, убиваете всех противников просто. Или сифор накидываете, тоже AC-сифором даете. Все вами будут просто восхищаться из основ. Но самое главное, это эффект неожиданности. То есть вам надо пикать капкана, ну и скорее всего либо сидеть в сайте, прятаться и потом выбегать уже после дрон-фазы, по-быстрому ставить капканы, либо просить у товарища, дружка, говорите, дружище на муте. Дружище пикни мута ради бога. Пикай, ну дружище пикает мута, ты говоришь ему, брат, за мной. Показываешь ему вот сюда мутилочку раз, он ставит мутилочку, дроны проехать не могут, след на вас не могут задронить. И вы в это время там всю комнату демонтируете, ставите капканы как хотите, взрываете пятерых. Очень просто. Главное, чтобы дружище был рядом. Братская сила. Понимаете, о чем я? Ну можно начать, допустим, клубешник. Берем клубешник. Точка кассы. Вы примерно понимаете, вот то, что про перспективу хотел сказать. Вы понимаете, что атакующие будут через construction играть в данном раунде. Вы это понимаете, то есть, чтобы дойти до сайта, им надо что сделать? Взять и через спальню пойти, занять тут все и побежать вот так в сайт, construction. Ну как все делают? Нормальные команды, да? И вам надо следовательно эти пути перекрыть своей великой ловушкой, которую надо ставить по ногам и вот смотреть перспективу. Допустим, чел падает в люк, логистик. Идет, идет такой. Куда он будет смотреть? Если у него тут свои чипчики, вот тут открыли стеночку и стоят, то сюда он смотреть не будет. Зачем мы сюда смотреть? Он будет смотреть вот туда. Следовательно, надо ставить капкан-трапу так, чтобы он ее, скорее всего, не заметил. Вот он идет, он по-любому будет видеть тут капкан-трапу. То есть, если ее вот сюда установить, то, соответственно, он ее, видите, прекрасно видит. А если ее поставить вот сюда, что-то поломалось, это не важно, то он ее может не заметить. Ну и даже если типчиков не будет, даже лучше, потому что типы могут отсюда ее отстрелить, но это не важно. Он идет, хоп, все, оторвало ноги. Без шансов. Ужас. Страшно. Эту забираем. Допустим, вот сюда поставили одну. Если это, ну, профессиональный игрок, он будет лететь вот так вот просто. Следовательно, ставим две подряд сюда, и, ну, как лучше будет, смотрим перспективу, оцениваем, оцениваем. Наверное, вот сюда. Ну вот, прекрасно. Он забегает, раз, два, все. Челика нет. Он просто стерт. Следовательно, труп. Можно поставить одну трапу вот сюда. Потому что, если, допустим, ну, ваш план просто накрылся медным тазом, вот, зашли, отстрелили. Ну, боятся идти туда, в спальню. Они думают, ну, слэдж какой-нибудь думает, пройду-ка я через ванну. Заходит, идет, и все. Уже попался на трапу. Это уже, ну, не игрок. Его убьют. Потому что у него будет мало хп. Ну и можно одну коим сюда пихнуть. Так, чисто по приколу. пихаешь, и все, он заходит, умирает, соответственно. Эти все трапы понятны. Абсолютно ясно. Но если против вас играют профессионалы высшего уровня, они пойдут с гаража. И тут уже вы, можно сказать, заруинили игру своей команде. Потому что в гараже, ну, куда ставить трапы? Ну, остается только сюда. А зачем? Ну, это неизвестно. Так что лучше будет, я думаю, при атаке с гаража. Ну, если вы знаете, что что-то произошло с гаража. Поставить где-нибудь снизу, там, в лаунжи попихать трапы. Главное, помните про перспективу. Перспектива очень важная вещь. Можно в склад. Потому что часто люди просто в склад заходят с этой двери. Но еще желательно не ставить, вот, типа, допустим, как я показывал в этом спальне, две трапы подряд. Вот такие места, где, допустим, две двери подряд. Вот, типа, вот такого места. Чел может просто пробежать и сразу на двух взорваться. Потому что он, допустим, сюда зайдет, взорвется, вот эту дверь. Взорвется, он подумает, меня сейчас Бару убьют, забежит сюда и тоже взорвется. Это нормальная тема. А если двери расположены, допустим, одна тут, а вторая тут, то, скорее всего, челик пойдет, взорвется, подумает над своим поведением и вторую трапу уже отстрелит. Так что, ну, надо думать головой. Больше думать головой, когда играешь на капкане. Я думаю, с кэшем, в принципе, все предельно ясно. Если у вас остались какие-нибудь трапы, которые вы не заюзали, можно оставить их где-нибудь в сайте на лейт, потому что сайте сложно задронить. Если смотреть отстрелив дронов, то сложно задронить сайты в лейте, когда уже будет там перестрелки нереальные, ганфайт, то челы могут просто бегать по всему сайту и взорваться на ваших трапах. Я думаю, с кэшем все понятно. Так, а теперь, как мне, я выкинул все импакты, мне надо как-то следующий раунд запустить. Как мне умереть? Мы переместились на подвал. В подвале что главное понимать? Чтобы противнику дойти до подвала, им придется занимать верхние этажи. Следовательно, верхние этажи должны быть заминированы полностью. Люди обычно заходят в кухню. Можно вот тут поставить трапу на вход сходу, прям, чтобы персонаж зашел и ушел, так сказать. Можно поставить, можно не ставить, ну, по усмотрению, как нравится. Можно, так сказать, на входы с аутсайда, ну, с улицы поставить трапы в большинстве. Но главное, помните про перспективу. Очень важно, очень важно. Так сказать, ну, поставили трапы, допустим, на подходах. Одну в кухне, одну сюда можно, одну можно со стрип-клуба поставить. Ну, куда-нибудь вот сюда, во вход в туалет. Поставили, отлично. Ну, чаще всего в ранке, где, я думаю, люди наверх вообще не заходят, когда это подвал. Они так посмотрели дронами. Поэтому наверху, в принципе, можно трапы не ставить. Так что лучше заминировать как можно больше именно первый этаж. Именно первый этаж. Моминируем. Вот с этой частью карты мы разобрались. Поставили на все, в принципе, входы. По-любому, кто-нибудь один потеряет свое хп. Есть люди, которые будут заходить с этой части карты. Следовательно, можно, как тогда, при дефе кэша поставить на вход в склад. Можно на этот, либо на этот вход поставить. Или можно поставить на вход в гараж. Сюда постоянно, можно сказать, заходят люди, ставят всю атрапу. Если вас не задронили, то все, финиш. Челик уже накоцан. На вход в боковую тоже можно поставить, потому что окно с улицы вот это вот редко открывают. Если, конечно, тут не сидит какой-нибудь Ягер Мейн и не отстрелив дронов, то вряд ли ему открыто это окно, а просто зайдут с двери и, скорее всего, подорвутся на вашей трапе. Если у вас остались трапы после ваших похождений, и желательно, чтобы вас не задронили, естественно, то, как обычно, как я говорил, несете их в сайт своей команде. Говорите, ребят, я принес вам подарки. И ставите уже трапы на, так сказать, на лейт гейм. На конец раунда. Чтобы когда команда противника уже заходила в сайт к вам, сайт это плент, кто не знает, ну, пленты расположены, это сайты. И оставляйте так, чтобы когда уже противники, так сказать, уже все начинали свою концовку, то просто подрывались на ваших трапах и так далее. Также капкан может быть полезен в том плане, что, допустим, вы тоннель не смотрите, и под кухню у вас никто не играет. Вы опоздали всю трапу, и если ее не отстрелят, а ее вряд ли отстрелят, видите, ее вообще, можно сказать, не видно практически. То, допустим, у вас никто тут не играет, вы там с друзьями чисто в баре отдыхаете, кайфуете в черче, или в синке, то если какой-нибудь маврик в крысу пропилит тоннель и заползет, и подорвется, вы его услышите. Следитом вы будете знать, что у вас человек зашел с тоннеля, и может быть уже под кухней. Можно использовать капкан, так сказать, как инфу, ну, типа, вместо колючки, какое-то место пищалки. Типа, в таком месте милусь с трапы пойдет тоже. Нормальная тема. Ну, я думаю, с подвалом все ясно. Вот мы переходим с вами в спальню. Так сказать, обычно это дефит, так сказать, третьим ходом, потому что сайт достаточно легкий как для атаки, так и для дефа. Ну, спорный, 50 на 50. Тут уже все посложнее, потому что в большинстве случаев в ранкете том же самом люди идут просто с пропила в джакузи, и тут особо, ну, негде поставить. Они уже, можно сказать, в сайте. Или бы с окон. Но в компенсию часто люди идут со стороны гаража. Люди идут со стороны гаража. Следовательно, надо заменировать эту часть. Можно также поставить трапу на гараж, дверь. Если ее не задронет, будет прекрасно. Можно поставить трапы в сервер-дверях. Можно поставить трапы в самом кэше. Можно поставить трапы на вход в стройку. Тем самым, если вы слышите взрыв, вы поймете, что люди у вас уже заняли и кэш, и то, что вы почти проиграли раунд, но вы поймете это. Это самое главное. Ну и по классике. Просто оставшиеся трапы пихаем в сайт и молимся, чтобы кто-то подорвался. Это, кстати, ну, я думаю, нормальное место для трапа, потому что, ну, я буду, допустим, не понял, что это дверь. Очень странный квадрат. Мне кажется, мало кто будет чекать тут капкан трапу. Просто берем ее, сюда ставим и кайфуем. Ну, ее видно. Но если человек будет вот тут обычно делать ротейт на данной стене, люди запрыгивают, и, скорее всего, они вот так не будут идти, смотреть, как тут, что тут, что за компьютеры, что нарисовано. Они будут идти и выбивать людей в офисах. Поэтому они, скорее всего, будут идти в прицеле и вряд ли заметят этот капкан трап. Так что, я думаю, со спальней все предельно просто и предельно понятно, но на спальне, честно, не рекомендуется, не рекомендуется пикать капкана. Но можно. Если хотите, то можно всегда, потому что пушка приятная. Тут вертикалка, вместо этого можно угловую. В принципе, по отдаче пушка отлично, и можно спокойно, ну, соло, чисто игры выигрывать. Ну, то есть, по итогу, что мы получаем? Что капкан, в принципе, может быть полезен при дефе кэша, если люди будут идти со стороны спальни. Если со стороны гража, то не очень полезен, но может пригодиться как инфа. Можно в том же снизу в лаунже поставить капкан трапы и получать инфу, где находятся противники. И при дефе подвала. При дефе подвала, я думаю, самый полезный в случае, когда можно пикнуть капкана. У него есть импакты, еще можно потрикать люк импактами, так что вполне нормальная тема. При спальне, конечно, не рекомендуется, не рекомендуется, потому что, ну, мало вероятно, что кто-то попадется на трапу. Поэтому, я думаю, все, и с клубом закончили, подвели итог, так что можно переходить на консульство. И вот мы с вами перешли на консульство. На консульстве, в принципе, все четыре точки играбельные, только в ранкеде очень редко играют кассы, потому что это точка, где нужна максимальная коммуникация, очень правильные пики, поэтому в ранкеде вряд ли будут играть, но все равно можно будет про него чем сказать. Начнем с верха. Всего есть две атаки наверх, либо стороны желтой, либо со стороны офисов. Капкан будет полезен, если люди пойдут со стороны офисов, потому что можно поставить капкан-трапы на окна, если противники не задронут, то при влете в офисы вы, во-первых, о них узнаете, позже взорвется трапа, во-вторых, они потеряют хп, что очень важно. Также можно поставить на дверь телевизора, можно поставить капкан-трапы в принтере, можно какую-нибудь одну капкан-трапу вот такую поставить, чтобы люди, допустим, когда заняли офисы, они такие идут, идут, гуляют, думают, посмотрю, вдруг кто-то сидит за холодильником, отдыхает, заходят, а тут оп, трапа, и все, теряют хп. Можно также взять и поставить капкан-трапы чисто на инфу на первом этаже, чтобы, допустим, вашим роумерам, которые снизу играют в сифоруме было полегче. Можно поставить капкан-трапы в визе, вот на эту дверь можно поставить, либо на окно какой-нибудь вот это, или на вход в визу можно поставить трапу, так сказать, чисто на инфу, чтобы, если противник зашел в визу и подорвался, то ваши роумеры будут знать уже, они услышат этот взрыв и поймут, что у них противник в визе, действительно будут его уже ожидать. Можно поставить капкан-трапу на двери желтой, чтобы, если противник зашел, по нему была тоже инфа, и ваши тиммейты в пианино будут уже смотреть желтую. То есть, в принципе, на верхе капкан можно использовать только чисто, так сказать, на инфу. Но если кто-то подорвется, то, конечно, это прекрасно, прекрасно. Инфа тоже очень важна. Но если кто-то им подорвется, то, ну, unlucky, бывает, бывает. Но если противники пойдут желтый, то тут уже маловероятно, что вы вот, конечно, взорвете. Можно поставить капкан-трапы в большинстве по низам, на первом этаже, чтобы знать, есть противник, кто зашел. Потому что если идти желтый, то сайт, считай, вот окна, ты уже видишь сайт, желтую залетаешь просто в это окно, и ты уже видишь сайт. Кстати, тут взрываться особо негде. Противники за несколько секунд уже находятся близко достаточно к сайту, и гулять им по карте нет особого смысла. Кстати, желтый капкан полезен особо не будет. Если идти с офисов, то может быть полезен. Так что с верхом, я думаю, все предельно понятно. Следующая на очереди у нас мейн и пианино. Эта точка атакуется либо с пиано, либо сверху с заниманием митинга и плентом впоследствии в дефолте или где-нибудь на шайбе. Следовательно, если мы понимаем, что противники пойдут сверху, то что надо сделать? Правильно, заминировать весь вверх. Тут, как и при дефе вверх, можно заминировать в офисах, в принтере, так сказать, на подходах. Советую, чтобы пока противники дошли до, так сказать, ваших великих укреплений, они уже потеряли хп и было намного легче с ними сражаться. Либо, если противники идут с пиано, с репелов, то чаще всего какой-нибудь шнырь пойдет в подвал и будет ползать тут на картах две минуты, будет ползать по всему подвалу, искать кого-то. Можно заминировать подвал. Соответственно, минируем просто дверь-кафетерия и лангу. Поставили капкантрапа. Профессионал наше влетает в гараж, ползет по всей карте, ползет, ползет. Камеру не ломает, ему на него вообще все равно. Он ползет, думает, зайду-ка я вот сюда. Заходит, взрывается. Инфа по нему есть. Думает, пойду-ка я в лангу. Заходит, взрывается. Инфа по нему, соответственно, тоже есть. Если же это дефолтная атака с митинга, то есть при пианино, по сути, капкан мало чем. Он поможет только узнать информацию про челека в подвале. Но при дефе, при атаке, точнее, мейна, когда люди занимают офисы, можно поставить трапы на лейт, ближе к сайту, вот в эту какую-нибудь дверь. Или на мейн вход, но на мейн вход, скорее всего, задронет трапу. Или, скорее всего, в кассах, потому что часто под лейт люди идут с касс занимать зелень и прикрывать плентеры. Ну и, конечно же, наверх ставить. То, что я уже сказал. Так что, в принципе, при дефе мейна капкан такой средненький. Потому что, если пойдут люди атаковать пианино, он вам мало чем поможет. И если пойдут атаковать вверх, но вы уже его, допустим, пикали, когда дефали вверх, то люди будут знать уже про вашего капкана. Но, если вы, допустим, дефите мейн первым, люди не знают, что пикнуть капкан, то, я думаю, большинство подорвется на ваших трапах в офисе. Так что, большинство трапов мы ставим в стороне офиса. То есть, в этой области мы расставляем трапы. И надеемся, что кто-то все-таки да подорвется. Итак, мы переходим, как я считаю, к самой полезной точке, где можно пикнуть капкана, это подвал. Потому что, в основном, при дефе подвала противники заходят наверх и начинают долбежку потолков в пиано. Следствие, надо занять сначала третий этаж, потом второй этаж. Только потом они будут заниматься уже сайтом. Сначала мы ставим несколько ловушек со стороны офисов, как обычно, по классике, потому что почти во всех атаках люди идут с офиса. Мы ставим трапы в той стороне. Я их уже показывал, вы их все запомнили прекрасно. Можно поставить трапы в этот раз где-нибудь в коннекторе, на лонг-деске, на желтый. Потому что люди в этот раз пойдут дальше и будут заехать занимать и силу, и желтую, и, скорее всего, тоже подорвутся. Потому что не будут ждать. Оставить обязательно нужно трапы на второй этаж, потому что основное действие будет проходить на втором этаже. Слэш будет бегать тут с кувалдой, вообще никуда не смотреть. Он будет носиться туда-сюда, бегать, бегать, следить на все двери. Надо просто понимать, откуда он пойдет. Если он пойдет, упадет просто в люк шайбы, то лучше всего будет поставить трапы здесь. Можно поставить трапу в туалет, потому что если будет люк закрыт, какая-нибудь хибана захочет его распилить. Следите, мы ставим трапу в туалет. Какая будет лучше? Ну, я думаю, вот это отлично, потому что люди в туалет не вот так вот заходят спиной, они спорят налево в кабинке, чтобы никого там не было. Он, скорее всего, подорвется, когда будет пилить люк. Тайм трап ему на вазу, скорее всего, можно поставить одну. Я думаю, будет лучше с этой стороны, потому что, допустим, слэдж. Он пойдет со спиралки, сделает вертикалку здесь, пойдет, 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 пойдет и придет. А тут трапа. И все, потеряет уже хп. Ну, а скорее всего, если он взорвется на этой трапе, то уже все остальные, допустим, на этой двери, на этой двери он будет проверять. Но уже он свою часть хп потеряет, и вдруг его там сишка еще и добьют снизу. То есть у вас еще и сифор. Вы можете сделать нереальную заготовку, поставить сюда трапу и приплеснуть сишку снизу. Надеюсь, он не взорвется от вашего трапа. Это я не тестил и не знаю, но неважно. Он, допустим, зайдет, подорвется, вы услышите, или сразу нажимаете сифор, и он взрывается, соответственно, сишки. То есть вы, ну, нереальный, три стайки мув сделали. Команда вами восхищается. Вы просто гордость команды. Ну, если у вас останутся трапы, потому что, я думаю, в принципе, одну-две трапы можно засейвить. Парочку поставить сверху, одну можно где-нибудь сюда, одну сюда. Я думаю, одна-две должны остаться. Вы можете их поставить где-нибудь в сайте. А лучше, наверное, все пять поставить, потому что, в принципе, в сайте... То есть в сайте у нас получается, по сути, нечего ставить, потому что противники будут на лейте заходить в пропил гаража и уже плентить за черный, там, за белый или на мусоре. И глубже у них смысла пушить нет. Соответственно, трапы тут будут бесполезны, если вы поставите где-то в кафетерии и так далее. Очень маленькая вероятность, что кто-то пойдет и будет гулять по сайту, когда у вас вот пять человек сидят на столе, отдыхают. Поэтому мы, я думаю, на подвале можем все пять тапкан-трапов вообще спокойно пойти и поставить на втором и третьем этаже. По-любому, кто-нибудь подорвется, вы получите какую-нибудь инфу, можете великий трик сделать. Не знаю, работы ли нет, проверьте, скажете мне потом. Так что, я думаю, с подвалом все ясно. Перейдем сейчас к следующей точке. Наверное, в ранкере самая непопулярная – это касса. И подумаем, что можно там сделать. Итак, мы переходим к самой последней точке, которая не очень популярна в ранкере, но достаточно популярна, так сказать, в последней мете в компетте – это касса. У кассы достаточно, я думаю, сложно сказать, будет ли полезен капкан. Я думаю, будет полезен точно на инфу, потому что чаще всего атакующие идут сверху с офисов, занимают, долбят потолки над архивами, долбят визу и в основном атака действуется через офисы. И тут капкан-трапы особо не поставишь нигде. Только если в офисах опять ставить. Но капкана можно, я думаю, использовать тут чисто на инфу, потому что может какой-то знаменитый тот самый Эшмейн, великий, который тогда ползал по подвалу на мейне, заползти и думать, сейчас я пройду и в серваках просто всех покрошу. А у вас тут раз трапа, два трапа, и он никак не пройдет беззвучно. Ему либо придется отстреливать, и вы услышите его, либо он взорвется, и вы услышите его. И, соответственно, тиммейты получат инфу, которая находится в серваках, что у них Эшмейн крадется, он уже идет их убивать, и они будут его смотреть, соответственно. Можно поставить трапы наверху, в офисах, соответственно, потому что туда будут сто процентов заходить противники. Можно поставить чуть поглубже, в митинге, в коннекторе, но вдруг кто-то с офиса решит пойти занять желтую, спуститься в мейн или на спиралку. Так что тут уже, так сказать, ваше мышление, ваше воображение, ваше представление игры. Можно расставить трапы в мейне, потому что, если, допустим, человек по вам получит инфу, что вы сидите и играете где-то на шайбе, либо желтый противник будет идти, либо со спиралки, либо с outside мейна можно поставить трапу в пиано и сидеть отдыхать, допустим, на вазе. Слушать, если противник взорвется, вы получите инфу и будете уже принимать его. Можно поставить трапу на у нас это называется банан, на банане, чтобы, если противник решил запушить сайт под late game, так сказать, вниз, то он подорвался и по нему тоже была бы инфа. Ну то есть на этой точке чисто капкан, так сказать, на инфу, на тех позициях, которые, так сказать, привлекают меньше внимания. То есть у вас внимание сфокусировано на офисе, а какой-нибудь один челик ползет с подвала, он взорвется, вы его поймете, услышите. Так что я думаю, это, в принципе, все. Не забывайте ставить лайк, пишите в комментариях обязательно, на кого вы хотите увидеть легче гайд. И до скорых встреч, всем спасибо, всем пока.